Всем приветики, дорогие друзья! Настроение, значит, у нас ретроспективное. Очень хочется накраситься с какими-нибудь гранд-стрелками, пухлыми губами, чтобы прямо ах! Просто хочется быть очень-очень-очень дивной. У меня на лице ничего нет. Я придумала вам очень простой макияж, который вы все сможете точно повторить. Я уверена в этом, я в вас верю. Я нанесу пару капелек масла, потому что хочу сделать макияж без крема. Разогрею, просто приложу таким вот образом. Это Blue Orchid, бестселлер Clorans. Одно из топовых на рынке. Очень быстро впитывается, с приятным ароматом, которое вполне даже заменяет крем и подходит для любого типа кожи, в том числе и для жирного. Хорошее масло дает себорегулирующий эффект. Когда вы даете коже масло, оно перестает островенело вырабатывать его сама, потому что понимать, что все спокойно, никакой войны, можно токсидно не защищаться. Чуть-чуть еще на шею, остальное на ручке. А вместо крема я буду использовать фиксит-спрей, потому что слой получится не менее увлажняющий, но очень легкий. В сочетании с маслом получается очень классный дневной уход. Тоже немножко его распределю, и пускай он впитывается. После того, как спрей впитался и немножко подсох, я вот не дожидаюсь, можно наносить тональный крем. Сегодня у меня будет Бобби Браун с ухаживающим эффектом, как сыворотка, с очень интенсивным уходом, но при этом еще и с хорошим покрытием. Беру кисточкой, он очень легко растушевывается, такой прям мягкий-мягкий-мягкий эффект дает. И неплохо замазывает, однако. Обычно ухаживающий тональный крем, они все-таки немножко полупрозрачные, еле заметные. Здесь нет. Его можно наносить на зону подглазного пространства и зону вокруг глаз, в принципе. SPF 40, внимание, и целый ухаживающий комплекс в составе. Он даже пахнет немножко так травянисто, приятно, как сыворотка. У него есть подсвечивающий эффект, это отражающие частички, очень мелкой-мелкой россыпью, которые создают мгновенный эффект вот этого ровного тона и посвежевшего лица. И поверх кисточки спрея он такой получается очень влажный, но не липкий, не жирный, а именно такой вот эффект увлажненной кожи. Растушевывается буквально сам, вот если вы плохо владеете техникой растушевки тонального крема, для вас. А еще мне очень нравится эта новая упаковка в Бобби Браун. Она настолько роскошная, с этим гербом, что красиво на туалетном столике стоит просто как украшение интерьера. Консилер. Консилер. Давайте возьмем пиор. Хорошо сюда подойдет. Буквально пару точечек. Да, вот здесь какое-то покраснение. Несогубки. И растушую прям той же кистью. Очень мне нравится этот консилер. Dior Forever Skin Correct. Среди моих фаворитиков занимает первое местечко. Отлично. Теперь начнем выполнять коррекцию лица. И сразу забегая вперед, хочу сказать, что у нас одним из акцентов в макияже будут губы. Причем такие роскошные, богатые. Прям на все бабки, чтобы были губы. Прям огонь. Коррекцию лица мы начнем именно с губ. Я возьму конкрет Чоколад. Коррекция будет достаточно контрастная. Губ нам надо будет много. Если хотите более натурально, берите Чеслот. Ну, поехали. Небольшую кистью чуть обозначим форму. Я растушевываю конкрет на палитре, чтобы его не было слишком много. И подводим губы. На галочке над верхней губой я стараюсь сохранить именно вот эту треугольную форму. нижнюю губу сначала прорабатываю именно под центральной частью, затемляя под нижней губой и отсюда выхожу на естественный контур. Еще разочек по верхней пройдусь. Так, с разных ракурсов смотрим, чтобы не было асимметрии. Чуть-чуть стушевываем конкрет к центру губ. Есть! Вокруг этого богатства уже будем строить всю остальную коррекцию. Сначала сделаем коррекцию глаз. Мягкой кисточкой синтетической наберу еще немножко конкрета, также чоколад и выделю внешний уголок глаз. Внешний уголок и складку верхнего века и сразу мягко все. Растушевываем к вискам, чуть-чуть заводим вот сюда под основание бровей. Это для того, чтобы у нас глаза были больше визуально. Нижняя века обязательно. Ну вот так. Носик. И скулы. Чуть покрупнее возьму кисть. И также достаточно легко выделю скулы, выделю контур лица. Скулу можно немного подрастушевать. Растушевывать всегда кистью, которой наносили тон. Боковые поверхности лба. Подбородок контур лица. Готово! Пока на влажный блеск внимания не обращаем, потому что эти увлажнители потихонечку-потихонечку впитываются в кожу и увлажняют ее. Заматировать мы всегда успеем, но сейчас, благодаря тому, что у нас вот есть некий влажный финиш от тона и от фиксит спре. У нас очень хорошо все растушевывается, и мы можем легко поправить, где-то смягчить, где-то наоборот добавить. Успеем всегда сделать кожу матовой. Конкрет питч у нас будет одним из центров макияжа. Мы его сейчас нанесем на губы в качестве румянца и на глазки. И вот на губы нанесем прям плотно. Я возьму аппликатор, чтобы прям равномерное было такое покрытие. И вот пределы заданного контура закрашиваем. Растушевываем границу с контуром, чтобы он не был отдельно. Очень важно их соединить. Готово! Губехи нарисовали. Давайте нанесем этот же оттенок в качестве румянца и немножко на глаза. Я возьму прям побольше. Чуть-чуть вот сюда на спинку носа, на веко. Прям такую матрешечку чуть-чуть нарисую. А потом возьму кисточку для тона и все смягчу. Получится такой очень нежный румянец с легким эффектом такого загара. Очень свежий. Ну вот, теперь можно приступать к глазам. А у нас тут будут с вами стрелки. Что-то я заскучала по стрелкам. Очень хочется стрелочек. Фиксит Паудер обязательно в качестве праймера, потому что века сейчас влажная. Базовый макияж мы уже сделали. Посмотрим, насколько нужно будет его усилить. В общем, чуть-чуть пудры на все верхнее века, включая пространство под бровями, внутренние уголки глаз, реснички, вот прям по ресничкам повозюкайте, чтобы ваши стрелки держались долго и в жаркую погоду, и в дождливую, и не отпечатывались. Черным конкретом будем делать стрелки наши. Выдавливаю его тоже на палитру. Тоненькой кисточкой набираем. Подставляем кисточку вот сюда, вот к самой последней ресничке, выдергиваем такую маленькую маленькую такую стрелочку и к ней добавляете уголок. Верхняя граница должна быть не изогнутая, а почти прямая. Тогда, когда вы будете открывать глаз, стрелка не будет ломаться. Стрелочку делаем достаточно длинную, чтобы глаза стали раскосными. Смотрите на себя ровно. Если вот здесь при открытых глазах линия прогибается по верхней границе, заполняйте еще прям на открытых ваших глазах. Пока оставим таким образом, потом чуть-чуть подровняем. Пока накрасим второй глаз. Следим за тем, чтобы верхняя граница была практически прямая. Ну и в целом меня устраивает. Я хочу еще немножко внутреннего уголка как бы провести по слизистой. Стрелочка будет еще более четкая. Глазки будут еще более раскосые визуально. И кисточкой, которой мы подводили губы коричневым, я немножко растушую вот здесь границу, чтобы она не была слишком резкой, чтобы стрелочка как бы мягко уходила в границу глаза. Если вы хотите подровнять стрелку, вы можете взять текстурмастер ликвид. Это самое обалденное средство для коррекции стрелы. Капельку прям. Набрать его немножко на синтетическую кисть. Прям совсем чуть-чуть. И теперь использовать эту кисть как ластик. Сделать чуть более графичную нижнюю границу. Обязательно сразу от салфетки вытереть и еще раз набрать текстурмастер. После этого немножко припудрить. Зафиксировать стрелку таким образом. Она получится практически как заламинированная. Если вы хотите очень плотный черный цвет, вы можете хорошенько припудрить. Прям хорошо-хорошо. И сверху нанести еще раз черный. Тогда у вас получится два слоя очень стойких. Очень стойких и очень насыщенных. Давайте красить ресницы пока у нас стрелки довысыхают. Чуть-чуть подкрутим их керлером. Аккуратнее не размажьте стрелку. Если она совсем еще не высохла, лучше подождите. И очень яркой тушью накрасим. Накрасим в бок. Бок красим это принципиально важно, потому что нам надо немножко как бы продолжить эффект от этой стрелки, чтобы глаза у нас в разлет просто разъехались. Чтобы эффект был как будто два крыла у вас тут. Так, верхние ресницы пускай у нас пока высохнут, а мы с вами причешем брови и может быть чуть-чуть добавим бровей. Вот, например, вот сюда. Я возьму конкрет-топ и подмешаю его прямо вот сюда в остатки шоколада, который уже есть на палитре, чтобы у нас смешался оттенок новый для бровей и чтобы он лучше сочетался со всем макияжем. Я вот думаю, возьму-ка я этот же оттенок и чуть-чуть сильнее выделю вот здесь складку верхнего века, потому что от стрелок она всегда выглядит немного плоской. Стрелка очень интенсивная, забирает на себя объем, получается, что века выглядит немного плоско, чуть-чуть добавит затемнение. Тем более, как я сказала в начале, настроение у нас ретроспективное, так что можем себе позволить. И на самом деле хочу еще зафиксировать пудрой, потому что мне нравится то, что глаза у нас матовые. Да и на самом деле можем заматировать уже все лицо. Все лицо за исключением, наверное, скул, потому что красивое здесь это сияние. Такая она будет. Я бы даже чуть-чуть сияния добавила с помощью нового металластика, но совсем чуть-чуть. Прям веерной кисточкой пару таких пжу-пжу. Итак, объем корней. Настроение Ланы Дель Рей. Настроение Ланы Дель Рей удалось. Мне кажется, грядет возврат стрелочный у нас макияж, потому что очень что-то в последнее время руки прям сами тянутся к черному конкрету, чтобы нарисовать себе какие-то раскосые глаза прям в разлет. Конечно, мне бы сейчас прыгнуть в Мустанг или в какой-нибудь олдскульный Шевроле, поехать по Гранд Каньону с Ланой Дель Рей, но я пойду на работу. Все, всех целую, всем пока, хорошо, что вместе накрасились. Давайте рисуйте стрелки, скоро